Те люди, которые лично знают Михаила, Шукшина, Домогаров, они ведь за него впрягаются не как за коллегу по цеху, который, условно говоря, тоже бьет, а потому что они знают, что человек-то он очень совестливый и добрый, он попал в беду и он ответит по закону. Но нельзя ли как-то остановить этот накал оскорблений, а не обвинений? Вы же видите разницу между тем, чтобы обвинять человека по составу какому-то или его просто уничтожать морально? Ну, мне кажется, что это реакция людей, о которых я вам говорил, и остановить это, мне кажется, очень тяжело. Как заставить эти соцсети замолчать? А вам не попадались версии абсолютно нелепые о том, что ФСБ организовало, накачало его кокаином, напоило, посадило в машину и даже не он сам вел. Вы читали эти версии? Конечно, я читал, что он сам вел, господин Джигурда сказал там тоже что-то в этом духе, и там сидел какой-то человек в скафандре, а потом привезли агенты, естественно, ФСБ и так далее. О себе я слышал, что я только не слышал, что меня нанял Кремль, ну, действительно, что меня пригласил, что я всю жизнь работаю с ВЧК, КГБ, с ВЧК особенно мне понравилось, это, наверное, в 20-х годах я начал. И серьезная организация вообще-то, это такой, как комплимент можно, да, отнестись. Потом, я в этом деле, так как мои доверители отказались принимать любую компенсацию от Ефремова, да, то я в этом деле, на самом деле, защищаю Ефремова и экономлю его деньги в этом плане, да, а с другой стороны, я в этом деле для того, чтобы Ефремова раздеть. Ну, слушайте, я с большим удовольствием все это читаю, мне это мило очень, ну, посмотрим, что будет. Но я вам, я могу сказать, что они действительно отказались от компенсации от любой, не хотели, и когда я задал вопрос, почему, они говорили, ну, как бы Сережа, ну, покойный, да, ну, наверное, бы не понял и не простил. Но есть еще один аспект, который мне стал понятен. Вы представляете, вот они возьмут, ну, предположим, да, они возьмут деньги и будут, и вернутся себе в эту Рязанскую область, где все друг друга знают, где все знают друг друга годами. Вот они выходят на улицу, там, мама, которая 86 лет, или брат, или дети, и скажут, ну, что, взяли деньги, продались, им там жить. Ну, хорошо, а если он искренне покаяться, вот. Он покаялся, как мне кажется. Ну, многие не верят, как бы, в это говорят, что это актерская игра. Да, но их претензия была в другом. Их претензия была в том, что он покаялся стране, народу, публично, а не им. Ну, конечно, говорил о себе, ну, да, он говорил о себе. Для них это не было что-то такое интимное между Михаилом Ефремовым и семьей. Для них это был такой публичный взрыв, продолжение актерского мастерства великолепного. Вот как они расценили. Может быть, неправы, но это так.